Игра в имитацию или боевая травма. Накануне вечером стало известно о ранении в зоне АТО нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея. Под Авдеевкой ему в ногу якобы попал осколок снаряда 82-го калибра. Вот только военные и политологи усомнились в правдивости информации. Почему и насколько серьезно ранение нардепа в нашем следующем материале. Первым о тяжелом ранении Евгения Дейдея под Авдеевкой сообщил на своей странице в фейсбуке депутат-радикал Игорь Масичук. Написал необходимо переливание крови. Соцсети тут же взорвались едкими комментариями. Пользователи уверены, это постановка, попытка избежать уголовной ответственности. Ведь на днях Дейдея могли лишить депутатской неприкосновенности. Его подозревают в незаконном обгощении в течение последних двух лет. Нардеп с женой купили квартиру и два авто на 6,5 миллионов гривен, задекларировав всего полтора. Набу и САП собрали доказательства. Вот только в парламенте нужного количества голосов для снятия неприкосновенности с Дейдея не нашлось. А значит предъявить ему подозрения невозможно. А вот фото того самого страшного ранения, о котором шумят все соратники Дейдея. Его в сеть выложили военные волонтеры. Утверждают, в том районе, где был ранен нардеп, обстрела вовсе не было. Это же подтвердили в пресс-центре штаба АТО. Тем не менее, ночью Дейдея с еще двумя ранеными армейцами военным вертолетом доставили в Днепр, в областную больницу имени Мечникова, которая принимает всех раненых из зоны АТО. Медики успокаивают. Угрозы жизни Дейдея нет. Он идет на поправку. Сам нардеп уже рвется назад на боевые позиции. Мол, подразделения полка «Киев-1», которые он возглавляет, несут службу в Авдеевке, Краматорске и Трехизбинке. Я стараюсь почти каждую ротацию приезжать. Сейчас лето. Я почти все лето здесь нахожусь. Мы просто патрулировали город и был прилет. Вот и все. Обвинение в имитации ранения и попытке спрятаться в зоне АТО, чтобы избежать уголовной ответственности, Дейдей опровергает, заявляет. Ни от следствия, ни от генпрокурора не скрывается. Слуценко встречался лично, объяснял, где взял деньги на покупку недвижимости и авто. Стоит человек, который одолжил деньги, который говорит, я одолжил эти деньги. А генеральный прокурор говорит, нет, я не верю. Что-то у нас санки в нашей стране не едут. В ГПУ Дейдею пожелали здоровья и сообщили, по факту ранения нардепа открыто уголовное производство. Его предварительно квалифицировали по статье «Теракт». Оправдает ли нардепа Дейдея в глазах общественности история с ранением? Вряд ли, уверен политолог Иван Красиков. Украинцы уже распознают подобные пиар-ходы и манипуляции, когда перед ними разыгрывают героическую постановку. Мы не раз, к сожалению, сталкивались с тем, что депутаты, обвиненные в коррупции народные и в разного рода злоупотреблениях, они оказывались там-то, там-то, в каких-то местах. Да, и таким образом, как бы, ну, это может быть элемент, ну, как скажем, может быть элемент определенных политических технологий. Самыми яркими примерами таких технологий стали ранения Владимира Поросюка и комбата Донбасса Семена Семенченко под Иловайском в августе 2014-го, за пару месяцев до досрочных выборов в Верховную Раду, куда оба стремились и в результате попали. Хотя о том, что они симулировали ранения, общественность удачила долго и всерьез. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности. Телеканал Интер.